Здравствуйте, с вами Дана Рондон. Здравствуйте, с вами Дана Рондон. Что ж, хорошо, что я выпустился гораздо раньше. А вы знали, что я построил этот сарай для вашей мамы? Ты помогала Мариен? Ты серьезно помогала ей, да? Ну да, то тут, то там. Мне только в радость было. Ваша мама, она... Я так и не смог оставить ее одну. В общем, сейчас найду этот чертов ключ. Погоди, погоди, Сэм. У тебя еще есть ключи? Ну да. Так что для этого сарай называется ЖД-ключом. У него есть это-таки наконечник острый. Очаровательно. Я его забираю. Ну, я... Мне еще нужно кое-что там починить, так что... Не, я не нужно. Ударю. Когда вы ждали, дверь щиток клинит порой. Раз ты не смотрел тут за всем? Ты дверь... Чего? Ты думаешь, ты тут все дни напролет торчал? Дай-ка я попробую, сынок. Поверни его на левый упор, маленький толкни. Какой он, черт? Вот дерьмо. Ну что, отвертку не себе прикручивать будем. Ну, хотя бы дверь открыли. Так, предохранительные вилки. Дело не хитрое. Главный блок, сшилка, водонагреватель, кухня, розетки, свечения, генератор, топление, гараж. Мариен, я доделал твой щиток. Надо бежать, но если вдруг захочешь проверить, будь аккуратнее. Ктяг, нужно швырять, не того шлифануть слегка. Эх, многовато работы для этой двери. Мариен, я доделал твой щиток. Надо бежать, но если вдруг захочешь проверить, будь аккуратно, чтобы не выбило пробки. Для гаража используй предохранители на 15 ампер. Но весь дом нужно 120 ампер. Сэм. Подашь мне ручку? Да, конечно. Спасибо, ай, черт. Что случилось, ты в порядке? Ах, да, лишь больное колено я повредил его в игре. Игре в футбол в универе, в старшей школе. Был лучшим защитником в округе. Но за травм. Черт, паршиво. Ампер, Сэм. Хотел похвастаться, как у меня, ладно, вышла цветовая маркировка. Каждый предохранитель должен совпадать с кабелем того же цвета. Черт, паршиво. Маргарита сейчас бы не повредила. Маргарита, серьезно? И порой старина Сэм любит чутить. Почему там болтаете? Просто хочу кое-что проверить. Эй, а вы застрахованы от медведей? Зачем? Ты и твои ружьё всегда поблизости. Хо, не всегда. Умнику не отбиться от него своими замечаниями. Нам не нужно ружьё, Сэм. Эй, тут повсюду плесень. Так и несу свой нос туда. Как какой-то букет, блядь. На этих дверях плесень постоянно. Северная сторона и солнце. Кажись, строитель реально облажался. Я язык подержи. Нам лишь нужно убрать её скипидаром, да? И бурую. И надо бы посушить ещё. Я обычно проветриваю сарай овесной алине маслом. Хрен там. А ну, инкубатор для плесени. Так. 15 из 20 вынем. Будет 105. Надо на 105. 5. Так, это 105 на 5 разделить. Будет 21, да, всего. Вещь серебряную. Её нужно приладить на медное основание. Видимо, оно потом и вылетело. Угу, наверное. Ты соображаешь. Ага, что ж. Ты не единственный, кто здесь чинил вещи. Ага. Это мясечко на половую держит лишь целая армия. Нужно двадцатку в среднем везде поставить. Мы подсчётом. А в сарае есть ВД-шка? Нет. Тебе придётся купить её у Вэки. Его менять надо. А у Мага? Не так. Разобраться. Не надо, Сэм. Ты читай лампочку на отвертце. Какую лампочку. Думаю. Я думаю, что я должен попробовать на отвертке. Воспоминь. Да. Не поставь ламп-су в подвертке. Это огонь, просто ждёт. Продолжение, Аллисон. натопление побольше постоять билла про ты считаешь 15 перей и что она справится мужик лучше я уважаю сильных и сильно давно уже не хотим возможно последствия спасибо и желтый провод там уже 27 1 на в красный какой-то рецепти а здесь тоже желтый надо и не вытаскивать да блять но дура погоди 15 плюс 15 это 30 тут 30 так значит 60 60 плюс вот эти вот 20 20 20 тоже сейчас 120 что ли будет а мне что 5 должно все они там не всего 120 должно значит будет 120 ну вот отлично он же гордился что провода под свет предохранителей о это же место для ружья вот дурак все порядке вы кажется у вас все под контролем так что прощайте что все это значит как мы поступим с этой развалиной разберем ее металлолом он огниет здесь уже десятки лет и думаю что там будет что-то полезное ставь ты мне и что там там же автомобиль по моему ваш секрет волка что это такое волчь моча фу что не проли ее на ботинке почему старая волчь моча что если это какое-то извращение то я не хочу знать твоя взяла она отпугивает хищников и крыс ох миленько привет дружочек ненавижу пауков если мы будем жить вместе я должен знать о правильных пауков но в моем доме мы их не убиваем тогда можешь вынести их на улицу черт вот бы собрать свою тележку с инструментами ну их можно выносить на улицу пауков странно почему Сэм расстроился он пойди забыл что у него кончился бурбон на него что-то нашло на него действительно что-то нашло не думаю что кто-то из нас вообще ряд увидит эту подставку напомню братья позже но он вспомнил про элисон ты не знаешь кто это он вспомнил про тот случай с автоматем с дробовиком ты что нашел ты не знаешь кто это да это кэрол маммэдди я видел и другие снимки но этот ни разу блин глянь и на мэриэн она выглядит счастливой можно осторожно стекло разбито ты в порядке сжется пошли она рассердится тут вообще не должно быть глюны следите за вспоминанием да пошли вдруг заражение не хочу я она сказала не беспокоить их с эдди куда это идешь все было бы начи когда она была рядом мы были семьей эдди ну что так со мной послушай мне пришлось позвонить о чем они говорили как него в чем суть не знаю но я помню что вы не сделаете о чем бы не был тот звонок это мучило его да он же строил у себя копа а мэриэн выширнал его вот покажу тебе то как я тут еще я чувствую это как вижу это я мне пришлось позвонить я лишь следовал закону мэриэн а да а как же то что ты сейчас где твой закон скажет на это да меня здесь было не должно ну вот я ты странный лицемер проваливай мэриэн я сказала проваливай вон что она не кидала у него ничего а то уверен в этом он же себя как мудак мил а ты чего так уверен и видели лишь малость а что же тогда произошло послушай мне пришлось позвонить я следовал процедуре так положено тогда зачем ты здесь это явно не про процедуре мэриэн хотел чтобы ты узнал от меня прошу уходи мэриэн мэриэн мне жаль прошу просто уйди как мы можем помнить это в настолько разном свете это было давно и да и вспоминание хитрая штука погодь когда это произошло я не уверена думаю что в тот же день когда она напала на нас как я и думал но дядя эдис сказал что не видел мэриэн да чушь собачья и что же за следование закону что он здесь вообще забыл видимо у него были причины не говорить нам я знаю он заботился о тебе но это не значит что он не способен лгать трудно представить что он так отнесся к мэриэн даже если строилась окопа зато мне легко но кто знает вспоминание хитрая штука а и он и 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 ладно говоришь брауна было не по себе того что он ей сказал Это было в тот самый день Он соврал Что теперь? Мы поедем, получим прямой ответ Сейчас? Да Из ключа захвачу Но как же горы мусора в доме будут? Нахуй мусор Вот блин Поверить не могу, что Браун Не то чтобы он мне сильно нравился Но он вечно болтал Про закон истинно и прочую чушь Обязательно так радоваться? Чего? Понимаю, ты ждал чего-то такого Доказатель, что стоит, где урод Но злорадствовать совсем не круто Это Тина, нужно взять тропку Алло Секунду, я остановлю машину Пойду, пройдусь, что ли? Нет, дай, просто дай мне Что такое Тина? Привет, милая Я нашла того, кто очень хочет посмотреть дом Прекрасно А когда? Он будет в городе через пару дней Так что по связату он подъедет к тебе Не уверена, что дом будет готов Милая Тот парень очень хочет дом Но у него есть и другие варианты А у тебя особо и нет желающих Я ценю твою помощь, но здесь еще куча дел Я говорила, что он платит наличкой Да? Супер, все, устрою, вышлю тебе подробности Пока, милый Субтитры сделал DimaTorzok Later, hon На честь голоса ты здесь претендуешь, Том? Голосуйте за Тома Вейки Напор с мэра для вас Надежный сосед Успешный владелец бизнеса Любящий семьянин Мы с Ди прошли по этому пути А на вершине вместе выпили Тропа Black Creek Ежедневные маршруты По тропе от Делос-Кроссинга Отправление в 8 утра От фасада общественного театра С июня по сентябрь Художник хорошо постарался Дориан Ки Что-то знакомое Ну, давай читать Принцесса и два вора Давным-давно в глухой древней чаще леса Жила мудрая принцесса В большом деревянном доме Дом был построен Из крепкого лесного дерева Хранил тепло И был защищен Принцесса в лесу Поселилась не так давно Но она никогда никому Не рассказывала о том Откуда пришла Чтобы не расстраиваться Друзей у нее было немного Но ей это нравилось Лес был большой и густой А к ее дому вело множество тропинок Но мало кто из гостей проходил мимо Принцесса была счастлива Своему одиночеству Она знала, что лес прокормит ее Но щедрость нужно наценить Поэтому она брала только то, что ей было нужно И долгое время жизнь принцессы В большом деревянном доме Была просто прекрасна Однажды зимним днем Когда снежная пелена Покрыла землю и деревья Мудрая принцесса поняла Что у нее пропадает сестное Сначала еда пропадала понемногу По ночам Пара фруктов и орехов Там тройка яиц здесь Может быть это птица Задумалась она Или мыши И на какое-то время Принцесса смирилась С пропажей еды Потому что зима была долгой И маленькие зверьки Тоже нуждались в еде Но потом стали Исчезать и мелкие предметы Ложки, тарелки, вилки и ножи И одеяло Как будто каждый раз Когда она оказывалась В одной комнате Что-то исчезало в другой Это не могут быть Ни птицы, ни мыши Сказала принцесса Кажется у меня завелся вор Я вышла на улицу Надеясь увидеть чужие следы На снегу Или услышать воров Но ничего не нашла Это странно Сказала принцесса Может быть вор прячется в доме Много дней она искала Заглядывая за навески Под кровать, на чердак и в камин За столбы и под ковры Но ничего не нашла И пока она искала Еда продолжала исчезать Ночь за ночью Я испеку торт Нахмурилась принцесса Большой торт Со всеми яйцами Фруктами и орехами Которые у меня еще остались Так что за ним Не будет проще уследить И она целый день Пекла торт Из последних съестных припасов Торт получился Таким огромным Что она едва могла его нести Если я сумею защитить торт Я смогу пережить долгую зиму Сказала она И так она поставила торт В духовку И закрыла его на замок Но на следующее утро Замок был сорван А торт исчез Сначала принцесса Разрыдалась Потому что этот торт Был последней ее едой На всю зиму Но тут она заметила Два следа крошечных ножек В рассыпанной муке И пошла по ним К потайному люку в полу Вот так принцесса поняла Что под деревянным домом Прямо у нее под ногами Живут двое крошечных воришек Прямо у нее А дай проверим Где сохранились Ой Организация Я не могу верить Брон лепет Я имею в виду Я не могу быть Я не могу быть Сказал он Гонки Но он всегда Слышит о праве И правом И так Мухи Ты должен быть Так что счастлив Так что С что Я знаю Ты ждешь Что-то такое Что-то 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 Дебют Что-то Что-то Глон clак С это Дебют Дебют Не Дебют это тебе нужно взять трубку секунды я ставлю машину смысле а где мы браун брал что-то иди урод да про пройдусь что ли это правильное сохранение в небо ладно всем спасибо за просмотр всем пока